Музей «Гараж» совместно с Фондом поддержки слепоглухих соединений, который мы представляем, проводят в эти дни трехдневный семинар по адаптации российской музейной среды для посетителей с нарушениями слуха и зрения, в том числе для слепоглухих посетителей. Дело в том, что отечественные музеи зачастую не приспособлены для людей с ограниченными возможностями. И, как показала Европейская неделя для слепоглухих людей, которая впервые в этом году в августе приводилась в Россию, на которую более 200 участников съехало со всех практически стран Европы, российские музеи, те достопречательные места, которые они посещали, не предназначены были для людей практически слепоглухих. Дело в том, что слепоглухой человек не может увидеть картину, например, или услышать какую-то музыку. Ему зачастую важны тактильные ощущения. А у нас все даже те же экспонаты находятся под стеклом, и люди приходят в музей, они не могут никак почувствовать, что они в музее. Поэтому мы решили совместно с музеем «Гараж» собрать вот этот семинар, пригласили представителей региональных музеев российских из более чем 50 регионов ведущих российских музеев и ведущих зарубежных музеев, таких как Нью-Йоркский Метрополитен музей, Лондонская галерея Тейт. И вместе мы здесь вырабатываем те инструкции, которые, как я надеюсь, будут воплощены в жизнь. Это не останется все на бумаге, не останется все на словах. Мы разработаем методические рекомендации, и совместно с Министерством культуры мы планируем воплощать эти рекомендации, воплощать создание доступной среды для незрячих, глухих и слепоглухих людей в нашей стране в течение следующего года. Дело в том, что уже несколько лет работает в нашей стране программа «Доступная среда» и работает достаточно успешно. Музеи адаптируются для маломобильных групп населения, колясочников. Частично музеи адаптируются для незрячих людей и слепоглухих, в частности, Московский Дарвиновский музей. Там посетители могут прийти поощупать шкуру мамонта, допустим, фигурки зверей, животных, увеличенные макеты насекомых и так далее. Подвижки есть, конечно, брайлевские таблички внедряются, таксильная плитка, но массово, к сожалению, пока это не внедряется. Это скорее единичные такие случаи и касается это больше, конечно, столиц Москвы и Петербурга.